господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешим у нас есть некоторый ресурс интернет сайт мы показывали форум youtube и вдруг два на ю тубе на на форуме у нас количество посетителей увеличилось сразу в три раза больше я не мог понять это 26 27 что такое-то оказывается вышел ролик считай о богословских воззрениях игнатия тихоновича лапкина его практике общиной жизни и миссии по материалам сайта во свете библии называется 24 международное рождественские образовательное чтение 25-27 января 2016 года игнатий лапкин написано то есть ссылается на наш сайт там много что есть посмотрел и плохая слышимость такая вот сидит брат никита колесников я его попросил перевести в ворд тем более я плохо слышу еще и во сколько ты лег сегодня где-то в 3 10 может 3 10 ночи только лег а в 4 40 мы уже на молитве должны быть понятно человек чем-то рискует даже упасть на молитве но вчера еще писал днем занимался сколько и наконец он перевел это в ворде 12 страниц это не так много получается потому что там какие-то шумы были непонятно это все показано будет вот это вы можете там посмотреть ну что здесь еще хочется сказать двадцать четвертый раз они собираются согласно цифры международные ни в чем это не видно и рождественские образовательное чтение никаких здесь нет рождественских со христом не связано а только промывает мне говорится косточки вся эта работа тут внизу фотография дудина и сергея из томской парке но там нашли женщину которая это там защита это видимо дворкин там есть и прочее то но одно это говорит о чем то что мой ресурс но практически это не ресурс а вот стоит перед вами фотографии то они где-то взяли то даже не наша фотография кто-то из них фотографировал видимо там вот и все чтения значит это все-таки чтение это евангельские рождественские это надо занять такое место вы меня на это потянули то я бы никогда не дерзнул чтобы собою заменить рождественские чтения международно это нужно этот уровень выводит господь вот вы иногда обвиняете меня в этом вот ко мне звонит режиссер вот мы хотели снять фильм там о вас это проще зачем причем тут я я резко отказываюсь нет мне некогда заниматься я много работаю никак второй раз третий раз звонят другой области когда там священник мой брат и он говорит ну согласись они просто встретиться встретились результат какой фильм на международном киноконкурсе занял первое место предчувствие его город вытащили только вы там говорить он вообще никакого места мог не занять второй раз приезжает опять упрашивать я снимаюсь режиссер фильм занимаюсь документальные фильмы о православии это не ваше суждение это не дворкинские подворотни и занимает первое место златоусы с потеряевки режиссер кузнецов владимир сергеевич это все в интернете на нашем сайте к слову сказать и вот люди стали просить ну разберите тут что то что такую они гонят здесь и дальше что воззрение мои там где-то ну ладно посмотрим что они тут написали на это говорят читай вот первое они сильно бунтует на слово избрание я знал что я избран был прям бунтует а я посмотрел в библии полной библии 217 слова избрания я покажу что означает в новом завете они не знают они не избранные это как полщище демоническое вокруг меня кружится они не могут терпеть избранищество как сегодня израильский народ евреи не избранные богом а сатана избранные то есть верх безумия вот это точно так же это осколки иудофобии бей жидов спасая россию теперь кто хвалят они не простить не могут что я об иудеях отзываясь положительно везде я их знаю из-за чего они это безумствует дальше вторая книга параллельпоминонта я беру как эпиграф 25 глава 16 стих тогда он говорил ему царь отвечал разве советником царским поставили тебя перестань чтобы не погубили тебя чтобы не убили тебя пришел пророк а кто такой обыкновенный пастух что тут и он говорит в ответ и перестал пророк сказал знаю что решил был погубить тебя потому что ты сделал себе и не слушаешь совета моего разбирает это не меня вы воюете против слова божия вот и гнатью говорит так а вы скажите я ссылаюсь на какие-то места писания ни одного места писания не приводят подтверждение своей клеветы клеветой сплошное все выступление клевета сплошная клевета если с моего сайта брали ну выбрали там зачем думать историк должен смотреть как должно быть тоцит описывает о христианах ну и что было так и пишет об этом пишет плене младший и оси флаги тоцит ну нельзя же так просто и как бы историки они разбирают мою биографию мою деятельность а берут и неизвестно о ком говорят это не я о ком они говорят совершенно не я а почему исидор пилосиот говорит предвзятость не дает здравомышление дали она там дома посидела женщина это она а злоба горит вообще отнимает разум и она хотела сокращать что далее не может сократить нельзя сократить и там еще много есть осмотрели только лишь сайт и смотрела она только одну 55 часть открыла всего только из письменного а из того что другое там есть она ничего не видела не мной насчитанное жития не златоуз не поминает насчитанные насчитанные для не добротолюбия не святых отцов не противо стихтанской ничего не берут почему злоба отнимает разум какая-то безумная может бабка стала там она не значит хочешь и шифрине валан сказал ничего скоро узнаешь меня проверять не надо я проверен у меня документы есть что меня судить надо шизофреников не судят их лечат а вы не проверены вот эта патриархийная шизофрения а чем вы объясните что так нападает синдром падшего демона зачем дьявол соблазняет людей зачем они делают погуби все церковное отвергнув людей от христа от библии и они денно и ночь нападает на меня зачем синдром падшего демона сам погиб и вас туда затащу ну во главе конечно с главным паханом кто у них там есть преступная группа группировка и дальше мужской голос значит этот доклад называется истинное православие иглы а игла это игнатий лапкин и подзаголовок с большой буквы а сокращенно игнатий лапка ничего тут преступного нету вот заголовок о богословских воззрениях игнатия тимофеевича лапкина тимофеевича так они готовились даже не видят что я тимофеевичем не был никогда тихо на тес у меня тихо назначает приносящий счастье тихо на вещь я тимофеевич ну как может смотреть если готовились даже даже назвать не можете злоба-то ослепила глаза ничего не видят туман в глазах кровавый лапкина и о практике общиной жизни и миссии по материалам сайта во свете и библии анна владимировна пожалуйста по материалам сайта во свете библии я показываю а оттуда взята может быть тысячная доля только в ворде взята из одной папки всего лишь только а там 55 папок ничего нету бог дал возможность прийти заменить все ваши чтения тем что могли узнать не допустил бог синдром падшего демона злоба отнимает разум и дальше ей представили слово анна владимировна пожалуйста уважаемые участники конференции дорогие отцы и братья сестры доклад посвящен православный общине который возглавляет не очень даже удобно называть проповедником его понятно то есть разве это не говорит о настрой я не проповедник неудобно даже и называть а что она где-то проповедовала я проповедовал не где-то вызван был в америке меня возил не кто-то сегодняшний иларион специально на беседы выступая при сонме епископов это можно не называть но я пропадал от порта находки владивосток до португалии и храмах везде дают православных московской патриархии пройти турцию прибалтику скандинавию 53 года проповеду и даже неудобно назвать в университетах пять университетов в тюрьмах на заводах в милиции в воинских частях то есть нет места где бы не проповеду прокуратура в кгб она ничего не знает даже неудобно называть но вы понимаете такая малюсенькая микроба бацилла греховная завелась и но не говорит ли это ни о чем еще ничего не знаю но она уже к тому что там говорится она нет я не так понимаю то есть она уже кажется отбрехивается от меня отскребает от себя грех что мое имя произнести ну даже неудобно называть то что я проповедник это не кто-то говорит абсолютно вся пресса я скажу о миллионах людей не тысячи миллионы я вас тут три радиопрограммы регулярно вел выступал по голосу америки во когда в вашингтоне был даже не удобно называть меня но цена на этот монстрой дальше все остальное будет это какое проповедник то так так она без рыбий и рак рыба дальше хотя фактически лет 50 занимается своей деятельностью который на данный момент является в основном так сказать озвучивание кощунственных каких-то идей касающихся цирки православной в том числе московского патриархата и так далее то есть кощунственных идей то есть она еще ничего то есть то что ей сказали она добавляет к этому они знали кого избрать у меня такая тут писательница стала говорить что-то не писательница поэтесса вот она такая тоже кажется колесникова но я спросил а кто она такая она не обо мне говорит а вообще вот убили но в так а то стропе погиб мэр и он теперь у бога там на первом месте оттуда берет вот они говорите у нее муж пьяница колотит ее там бегает понимаете мы не знаем что это за женщина не представилась она кто она имеет веру или нет ничего нету но вот касающийся церкви она церкви называет беремско сталинскую структуру которую они образовали 4 сентября 43 года она понятия церкви не имеет даже никакого это что церковь на этом а куда деться на православных христиан катакомбников куда деться зарубежная церковь все время толмили зарубежная церковь раскольники раскольники вдруг бац не раскольники не беспокаяние все приняты в сущем сане и миряне то есть ложь непрерывной лицемерии ложь дальше в том числе то что в моем докладе звучит истинное православие иглы игла это он сам так подписывается для него эта подпись имеет особое так сказать значение глубокий смысл он говорит о себе я глубоко верующий в многом не согласен даже не прервалась чем с официальным курсом патриархии хотя нахожусь в ней и слова мои многие мне нравятся они колют их в том что слово игла встречается в библии по одному разу книги екклезиаст 1219 слова мудрых как иглы и как вбитые гвозди и составители как единого пастыря и книги прище про лапку прище 328 паук лапками цепляется но бывает в царских чертогах да простой объяснил свою фамилию объясните вы свое вы ничего не не объясните а я во всем усматриваю смысл вы не можете еще составить даже то что в другим было понятно что вы избранные дальше он судя по всему видит пророческое указание своего избранничества избранничество то у них самое хулительное я показал сколько раз 200 с лишним раз библия говорит у них нигде нельзя это говорить грешный грешен супер грешный свои святости избранничестве он абсолютно уверен и постоянно говорит об этом приближая свою речь и собственно хулой на церковь святых священцев и так далее хулой церковь кого понимает это патриархийного это голубое лобби что андрей кураев говорит вот это безобразие когда не проповедуете чего попы давят людей на дорогах пьяные пьяные это все церковь вы в вашем церкви это бордель который устроили люди вы хотите знать что такое церковь я вам сейчас покажу конкретно считай патриарх алексей 2 ридигер каких бандитов принимает церковь а бандиты а почему даже по одной торговли вертеп разбойников а кто у разбойников обязательно пахан есть главный ваш настоятель кто епископ или кто деньги 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 главная патриархия гребет бизнес церковный устроили совершенно неверующие люди это говорит патриарх который канонизировать вздумали дальше настоятель превращается в дикта не гнат и лапкин а настоятель у меня нет никого я один я работаю своими руками вот этим вот так граблями работал по три нормы давал на стройке на стройке печи плотничать стеклить бетонировать крыши крыть все вот этими руками все чаще поступают жалобы на то что от священника пахнет водка как пахнет водка от меня не пахнет дальше и табаком табаком от меня не пахнет нету так они матерятся еще как я ни одного слова за жизни сказал почему на них не нападали что она владимировна или что дальше не редкий случай как мне известно из ссоры между духовенством и приходскими советами из-за дележа собранного это вы такие есть почему и говорит достоевский хочешь сильнее укорить человека обвинять собственными грехами его обвиняй если ты прелюбодейка обвинять честную женщину ты прелюбодейка вот это вот у них и есть бог решил их убить и поэтому ничего не принимает а то патриарх говорит делешь денег вы не можете поделить ничего грабите людей с мертвых взираете мародеры ничего не сделать бесплатно вы симонисты все за деньги сейчас добровольно пожертвование там две тысячи рублей машину осветить полтора процента стоимости ну машину то бывает и несколько миллионов стоит вы понимаете какие деньги то потом десятина намертво не нужна они ненавидят то есть людей гонят под проклятие вы прокляты что не платите десятину а это ветхом завете а кто я отменял ветхом завете ветхом завете про бороду сказано про идолов про нечистоту женщины все это ветхом завете церковь определила что брать дальше а тучка какая там пенсия то в обке то десятина то а тут одну машину мах помахал кадилом покрапил все господь христос предупреждает не можете служить богу и мамонии патриарх предупреждает бога то вы не верите но патриарх это боитесь и он сказал а дальше патриарх говорит девяносто восемь процентов меня не слышат чем он ушел говорят отравили его убили вы его убили сколько он переживала за это окрещение говорит крестить только где полное погружение я выставил эти материалы в интернете где в какой на перкальном собрании московском ничего не хотят слышать совершенно я их всех этих которые выступают кодло патриархии на то есть сброд шава каких-то шакалов бог дает возможность услышать не такие слова я говорю а вы какие говорите синдром падшего демона вы хотите чтобы все были как вы погибшие не были избранные отдельным людям бог все-таки открывает дальше предупреждает бог невозможно соединить благоговейную тишину молитвы и базар торговли базар торговли где-то в церкви он говорит он говорит они о базаре это вы устроили дальше это патриарх алексей 2 официальная хроника московской патриархии номер 2 1 993 страница 18 номер 1 3 94 год страница 34 38 чего вы прячете от людей то лицемеры это патриарх сказал я что сказал здесь не так что вам не подходит я вижу да так дальше я верю в бога так что дай бог каждому митрополиту веровать я в пять лет уже знал кем я должен быть я избран богом был это чувствовал когда мне исполнилось неполных три года понимаете слова избран как она муссирует а вот слово вот здесь вот возьми вот новый завет вот здесь вот отрок избран вот я сейчас здесь передвигаю посмотрите как вот христос говорит об избранищести вот все места если не знаете где-то просто возьмите поисковик который тимофей взял теперь посмотрите в деянии по апостолу говорится об этом говорится петра об этом говорит иоанн и называет изра стариц избранные госпожа то есть серки своей паил раба иисуса христа призванный апостол избранным благовестию божий у них ниблаговестия избрания нет они слова избрания боятся как демоны боятся они не избранные это демонический настрой патриархийный. И вот на этих рождественских, в кавычках, рождественских чтениях они промывают меня. А вам другого шанса-то не будет. Больше никто вам этого не скажет. Ни Взоров вам этого не скажет. Нет ничего больше у вас. Если тема исчерпана, и вы мной только занимаетесь, это чего-то стоит. Это Дух Божий подвиг вас поднять тему-то. Дальше. Римлян говорит. Дальше читаем 1 Коринфянам. Что? Незначащие Бог избрал. Избрал. 2 Коринфянам. Избранные. Пишет дальше Галатам. И избраны. Постал Павел был не человеками. И дальше считаю. Когда же Бог избрал, что меня тут робы матери моей. Ну Павел говорит, что избрал. А почему я не могу сказать? А тут робы. Они не верят ничему. Безбожные. Чтение которого, это безбожное скопище безбожных. А как? Ну так, как есть. Безумствует, говорит, безумствует. Злодеи, злодействуют, злодейски. А везде, как честь праведному, я показывал где-то, злодеи, злодействуют, злодейски. И вот теперь смотрите, какие послания, и Павел везде говорит об избрании. Ладно. То есть они не верят, тут еще не докажешь. Дальше. Анна Владимировна, при этом особо подчеркивает свою простоту. Не в знатности, я простой сторож, печник, охраняя, обогревая многих, не начальник, но благодаря евангельской проповеди достиг самых отдаленных уголков земли в разных странах. Это я не проповедник. Сколько людей пришло к Богу, не проповедник какая-то, Анна Владимировна, она решает, а что, попу ее накачал. Я даже знаю, как они говорят, считай. А она знает, прихожанка нет, лишу причастия, сдохнешь под забором. Он не скажет, но это все уже чувствуется. Все. Дальше. Дальше он перечисляет свои, так сказать, подвиги миссионерские. Я не миссионер, но она сказала, я не миссионер, я не проповедник, но как я должен показать? Я нельзя показать, где я проповедую. 53 года, это не 53 дня. Где я только не проповедовал, где? Ну, найдите, вот вы говорите, у вас сидит там какой-то Синедрион там, или как назовем их, во главе с Дворкиным, и вот вы говорите обо мне. А я себе еще должен сказать, я не то, о ком вы говорите. И разберите всех, и скажите, кто из вас, сидящих здесь, в узах за Христа проповедовал? И кто проповедовал, чтобы люди обращались не по одному, по два, по несколько человек за одну мою проповедь? Это не проповедь? То есть Духа Святого не верят, труд Духа Святого вообще не признают. А что я делаю? Только я сам. Невозможно это сделать, невозможно, чтобы многократный преступник, шестая ходка, и он от одной проповеди обратился. Я молюсь, и семь человек уже стоят сзади, на коленях со мной, преступники. Я не проповедник. А что такое, по словам проповедник, выходит? Лизоблюд, лицемер, патриарша, это проповедник. Вот выйдет он, развалится, разлепешится, и все время, чтобы у него была кружка, и он пил, у меня тут семечки для голубей, не пью. При людях даже, 20 минут не можете, чтобы 10 раз не хлебать, у вас внутри ад горит уже. Ни стыда, ничего нет. Разлепешится на два сидения, вот с таким задом. И вы лазите перед народом с такой рожей. Вы не можете терпеть нас, потому что мы не такие совершенно. Даже уж правильно всех говорит Глеб, Глеб, Глеб говорит, отец Олег, и то где-то задержали там в Чечне, а тот посмотрел, нет, это не поддельный поп, красная рожа такая, пьяный, и он захохотал сам. Нас узнают, вас по чем узнают? По пьяной роже, по красной, по пузу. А тебя должно видеть, что Дух Святой подсказать, что ты действительно проповедник. Ничего этого нету. Подвиги. Дальше идет, на нашем сайте к истине, который я считаю одним из самых богатых и тяжеловесных в мире, я отвечаю на 4124 вопроса во Святи Библии. Там более тысячи моих проповедей, произнесенных в храмах во время благослужения. Не знаю ничего. Более тысячи проповедей, ни одной проповеди, я как будто, она слышала их ни одной, но ей дали задание. Вот это патриархийная манкуртизация. Это манкурты патриархийные. Ей сказали, она все делает, она Бога не знает. И которые собрались, там может, ни одного вера еще там нету. И что дальше? 3 137 моих стихотворений на духовную тему. На духовную. А на самом деле их полностью 3 467 по 9 куплетов. И ухаживая пирога без священного писания. Это даже не стихи, это проповеди. На тысячи она ни одной не нашла. Еще что? 50 начитанных мной книг, аудио. Книг, аудио. Найдите кто-то, одного хотя бы в мировой практике, чтобы он 50 религиозных книг насчитал, начиная с Библии, Златоуста, 12 томов, Жития святых, как один священник говорит. Это все в пользу Лапкиной говорит. И где я что говорю, а берут они свои слова. Ну есть кто-нибудь еще? Нет. Ну а как можно это хулить? Ну это же православная литература. Григорий Дещенко, Игнатий Бринчинин, это все начито, но, и она говорит об этом. Дальше. 38 изданных мной книг за 8 лет. Да, за 9 лет. Вот тебе и лапка паука, и мысли сшивающие, сшибающие, там разрозненные, там непонятно. Сшивающие. Я зову ко Христу, согласно Библии всех. Это на нашем сайте к истине, которому и еще многие этому не верят. Нет равных сегодня во всем мире. Да, я доказан, а вы верите, покажите. Столько там есть того, чего нигде нет, и вряд ли будет скоро. Что я сказал не так? Я какую оценку должен? Павел говорит, я более всех потрудился. Более перечисляет, более в узах был, более в гонениях, более в ненависти от лже-братьев. Это все на мне прошлося. Священник один дорогой мне смс скидывает. Я вот читаю это, я не... Ну, в уме не могу представить, если еще на ком бы все это так исполнилось. Бог избрал меня. Я не мог сам залезть в тюрьму, пойти с заключенными. Я не просто там был. Начальник тюрьмы, разговаривающий, обращается, следователь обращается, принимает крещение. Вы поговорите с кем-то, кто сидел, сидел в советское время-то. Ни у кого ничего подобного не было. Я не проповедник. Я не наста... Я не проповедник. Я говорю, я сторож и печник. А.В. На самом деле, размах его разрушительной деятельности поражает воображение. Вот она первая видит. Ни одного не знает обращенного, ничего. Разрушительной деятельности. Вот такой яд источает женский язык, когда она рядом с попами. Там нельзя быть неповрежденным. Где кто знает со священниками, которые ее натравили-то, он человек абсолютно делается не человеком, как человека-демон. Разрушительной деятельности. Этого не подтвердит ни милиция, которая приглашает все время. Милиция моя тише себя стала вести. В КГБ, в прокуратуре края. Регулярно три радиопрограммы по телевидению. И говорят, депутат законодательного собрания, Петренко, там, руководитель подсоциальным, там, бывший главный идеологический работник Компартии, СССР, КПСС, в Полтайском краю. И он говорит, Лапкин вносит большой вклад в оздоровление, нравственности, а это разрушительное. Понимаете, что? Это даже, ну, никак нельзя сказать, что эти люди имеют человеческий образ. Это что-то такое ядовито-ползучее. Дальше. Особенно, если учесть его возраст. Сейчас ему 76 лет. И, собственно, его почтенный возраст является дополнительным фактором, располагающим доверие, так сказать. Возрасту ничего не нужен. Это не мое богатство, ничего нету. То есть, более таких слов сказать, гнусных. Ни один коммунист мне этого не говорил, ни один мусульманин не говорил, ни один сектант. А это суперправославное. Что? А вот все царство, это патриархия. Переулок чистый, пять. Все. Все царство небесное здесь. Дальше ничего нету. Они не знают, сколько людей имеет преданность сергианства было. Дальше. являются дополнительным фактором, располагающим доверие, так сказать, самопровозглашенному избраннику Божию. Самопровозглашенному. То есть, она не признает, что это Дух Божий, может так делать, вести, спасать человека, обращать людей, сектантов. Дальше она скажет, приходит, многие стали священниками. Это ничего не значит. Самопровозглашенные. Почему? Все мирским духом набито. Они говорят по-мирски, которые сидят в зале, и мир слушает их. Почему меня не вызвали? Хотя бы по скайпу. Я бы вам сказал, вы как огня боитесь встречи. По скайпу боитесь. Со священником поговорил, я говорю, у нас все выставляется в интернете. Нет, 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 меня сразу уволят. Даже тот самый Дудин говорил, если они так меня архиерезить, ребятишками на мороз выкинет сразу. Его мнение-то в архиерее не другое. Дальше. Со стороны павства вполне, так сказать, мало просвещены. Мало просвещены. Так что вы не просвещаете-то? Этот народ невежда. Темен он. Это когда слепорожденном исцеление было. Об этом говорит Иоанн Экономцев, архимандрит, когда бы мы в ротащивых иконах дали им задание, биологи, Павел Флоренский там был. И говорят, падшие ли демоны нас крутят на этих иконах? Народ наш, измените, тупой, невежественный. Ни один сектант так не назовет своих прихожан. Вы не учите их. Вы пасете пастыря самих себя, как Иоанн говорит. Вы не знаете Бога, не знаете Писания. Вы знаете только вот это вот, как я назову, кодло патриархийно, друг друга обихаживаете. Дальше. Разрушитель, поскольку, в подвидном благочестие, благовестие, он лукаво выставляет себя ревностным, почитательным заповедей Христовых. Благовестие, то есть все, лукаво, лукаво я выставляю. То есть жизнь моя вся лукавая была. Это говорят, главные лицемеры нашей страны, главные лицемеры мира, патриархийные выкидыши, абортированные. Они ничего не знают, это выкидыши, я их называю, это скотомогильник, мертвый скот. Как скот был перед тобой, не разумел. Пришел к погибшим обцам Израиля, к погибшей России. Россия на грани полной катастрофы стоит, они ничего не видят. Абсолютно ослепшие. Это даже политики видят. Даже Квачков это видел. А вы не видите. Дальше. Выставляет себя ревностным почитателем заповедей Христовых, церковных канонов. В действительности проповедовать Евангелие можно даже сказать Лапкина. Вот дальше уже не знаю, что сказать. Евангелие, Лапкина. Она знает, что-то нет. Ну была бы здесь, я бы подал в суд на нее, но ее нет, она там скрылась. Я ее могу вытащить. Даже легко. У меня были такие пытались. Все до одного суда проигранные. Выступили с опровержением, оплатили. Это безнаказанность. Она думает, Дворкин ее спасет. Дворкин побежит отсюда, его, говорится, праха не будет. Человек с двойным гражданством. Зачем его заслали сюда? С Богом. Совершенно видно, не знает. Ну ты покажи по Писанию. Где я сказал не так? По свете Библии. Разберите. Дальше. Изрекать чудовищной злобы хулу, безумную хулу на церковь очень многие соблазняют. Это все Дудин написал. Это Дудинская она повторяет. Злобную хулу, чудовищную и прочее. О чем? Я сказал, что вы делаете с народом? Вы его не учите. Одним предрассудком, баснем. Вот одними мощами обложились бы, мертвый ищет мертвых. Живой стремится к живому Богу. Немножечко истории. Родился Игнатий Тихонович Лапкин в 1939 году. В детстве он крещен беспополским старообрядческим наставником. В 1962 году помазан священником старообрядческой церкви. Позднее он был баптистом. Не был баптистом ни одного дня. Соврала. Был у баптистов. Как был? Ну зашел, если я у них был баптистом. Как я был баптистом? Хоть один день. Где я был? Когда? По его словам уверовал во Христа 27 сентября 1962 года. Ну теперь вы покажите, когда вы уверовали. В день воздвижения креста Господня. Вероятнее всего наименование отсюда идет созданное им в 1989 году в Барнауле крестовоздвиженской общины. Ну опять же соврала. Там же написано у меня, как у нас крест поднимали в лагере, когда было, и к моему обращению никакого отношения не имеет. Но это надо как-то уколоть. Там написано черным по белому. Мы поднимали крест, все время воздвигали крест. В лагере были в детском и отсюда взяли крестовоздвиженскую название. Это надо как-то пофулить. Ну все. Поганый урод. Которая присоединилась к РПЦЗ, хотя это принадлежность абсолютно номинальная. И вспоминает он о ней только при вербовке новых членов. Понимаете, какое-то безбожное. Вербовка. Она не понимает, что Дух Святой обращает людей, что меня вызвали РПЦЗ. Там я ездил с ними вместе. С митрополитом Виталием живу. Живу с Сенкевичем архиепископом Антонием. Нет, она ничего этого не понимает. Обыкновенная патриаршая пустая пешка. И она это вот глаголит, язык молотит. Хоть одно слово есть. Принадлежность, номинальная. Какая номинальная? Когда батюшка едет туда, они приезжают к нам. У нас епископ поставлен. Это номинальная. 13 лет только епископ был. Это номинальная. Она ни на одно слово не ответит, ничего нету. А люди рот раскрыли, сидят в зале-то и слушают. И ни один ее не обречил, не сдернул оттуда за штаны. В начале 90-х, собственно, возрожденный этой же общиной поселок Потеряевка, был создан приход священномученика Анфима Некомедийского, куда переселились основные прихожане Барнаульской общины. Да, основные прихожане переселились. Ну, назови хотя одного. Ну, по порядку начинаем Устинова, приехали из Новосибирска, по порядку. Серафима у нас не была. Какие? Конкретно, где? Она ничего не может сказать. То есть, вот это ляпнуло, а дальше основные переехали. Там сегодня с ребятишками 33 человека всего. На 2000-й год община насчитывало 90 человек. Да. Растоятель, отец Аким Лапкин, его брат, а, собственно, фактически идеолог проповедника Игнатия Лапкина, который... То есть, не проповедник, а тут проповедник уже. Который считает себя и члена своей общины истинными христианами. То есть, считает. То есть, понимаете, слова какие? То, что Бог избрал, что я хожу, причащаюсь, что меня митрополит Московской Патриархии причащает, исповедую здесь же, это только считает. То есть, богохульники. Богохульники собрались на этот конгресс, или как назвать, международный. Ничего там нету. Только члены общины. Члены общины, чтобы мы даже не назывались христианами истинными. Ты понимаете, куда? То есть, предела этого нет. Синдром падшего демона. Она пала, и у нее нету, и чтобы мы такими не назывались. Она не знает, о чем говорит. Только члены общины имеют право присутствовать на богослужении. Соврала опять. У нас столько людей бывает из организаций разных, из краевой администрации, и откуда только нет. На оглашенные из идейти, когда выходят, литургия верных, там действительно так, а так только на богослужении. Потому что у них проходной двор, шалман. Они к этому привыкли, это церковь, потом приходят, уходят, оглашенные из идейти, и пяти именет не выполняется. Это вот это и есть церковь. Это не церковь никакая, это улица. Членам общины не разрешается приступать к таинственному покаянию и причастию вне общины. При этом он говорит, что не считает православной церкви вовсе лишенной благодати, поскольку именно она имеет апостольское преемство. Ну и что я сказал не так, вне общины, а чего ради-то? Отец духовный есть, это и так понятно, это не рекомендуется, не так, как они привыкли. Едут, ну грехов-то накопили, одному исповедовалось половину, другому половину, то есть это осуждают они сами. И дальше. Именно поэтому он настаивает на канонической принадлежности общины к РПЦЗ. Если бы не рукоположение, он сегодня же перешел бы к баптистам, это по его собственным словам. Но от церкви отделяться нельзя. Классическая аллегория, так сказать, Лапкина. Какая аллегория? Что за аллегория где-то? Даже эти слова, говорю, она не может, эти слова она набралась. А кто семинаристы? Семинарии, академии нужно только для одного, чтобы ухулить истину, ухулить истину, и оправдать любое безумие и беззаконие. Она ничего больше не нужна. Их закрыть надо все. Они Бога не знают. Церковь, корабль Господень, на котором он трудится. Захватили пираты. Ну я сейчас считал патриарха Алексея II. Но судя по всему, захватили давно, еще в веке IV, как минимум. Потому что он также хулит монашество. Хулит монашество. Покажите, где, в каком месте я хулил монашество. Я сравнение даю во свете Библии. Господь сказал, идите по всему миру, а они говорят, идите к нам. Вот так вот, я хулю. На суде Божьем-то не будет это. 12.48. Евангелие от Иоанна. Я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить. Это будет эпиграфом на суде Божьем. Евангелие от Иоанна 12.48. Просчитайте, заучите. И тогда вот эта вся билиберда, это исчезнет. Человеческой блевотиной испариться, ее не будет. Дальше. Считай, что это, ну, про монашество возникло чуть позже. Капитан, Христос, Пороса надувают дух Господний, а священники пираты, которые захватили власть. Вот это дух Господний надувает, это слова Иоанна Златоуста. Она ничего не знает. Они подменили собой Христа и Библию. Да. Аминь. Именно так. Вот такая своеобразная путанная позиция двойных стандартов. Позиция двойных стандартов. Ни одного евангельского слова нет. Это рафинированный мирской ум. И она этим питается. У нее ни одного евангельского слова нет. Мирские люди, как вы можете судить о духовном? А она судить Павел говорит, никто не может. А верующий может о всем судить. Они не могут судить. Она очень характерна для Лапкина и прослеживается во многих других вопросах. А теперь спросим, для чего это нужно? А чтобы люди не слушали, не знали. Синдром падшего демона. Чтобы никто не спасся. Не слушали. Слушали и будут слушать. Будут слушать все, кого Бог избрал. А вы рядом были, вы не слышали. Но три раза увеличилось количество посетителей на наш форум. Значит, это чего-то говорит? Дальше. В 2007 году приход РПЦЗ вошел в московскую патриархию. Однако воспользовался правом не поминать патриарха. И, собственно, до сих пор эта ситуация сохраняется. Хотя на данный момент, фактически, можно говорить, община Лапкина канонически находится вне православной церкви. То есть, в первую очередь, мы никогда не входили. Ни одного дня. Опять соврала, сбрехала бабка. Дальше. Канонически находится вне православной церкви. Что она понимает? Канонически и прочее. Никаких евангельских слов нет. Мы как были, так и находимся. Если наемник испугался этого волчатника, наемник, не пастырь, там митрополит, и бежал, бросил. Причем тут овцы. Удивительно, что брошенные овцы расхищаются волком. А тут еще не может волк сделать. А волки обращаются в овец, делаются. Они ничего не понимают. Барабанит бабка, не знает о чем. Есть видеоролик под названием... Они сами выкладывают эти ролики. Есть, помимо сайта Кыстине, есть канал в YouTube, открытым оком и так далее. Очень много интернет-ресурсов. Собственно, вербовка. Вот все. Она не может ничего сказать. Дух Святой Трудится? Нет. Она не понимает этого совершенно. Вербовка. А что это? Сергеянство. Вот это предательство от митрополита Сергия. Беревско-сталинская кровушка течет. Вербовка. Сегодня вербовка. Когда у нас запрещено звать к себе, куда вербовка? Покажите одного за вербовну. Одного за 53 года. Одного. И все, где бы мы ни проповедовали, ездили во всем мире, всех людей посылаем в храмы Московской Патриархии. То есть ни на одно слово ответить не может. Дальше. И так сказать, вот проповедь такого псевдоправославия... Ну, это псевдоправославие, это все Дворкиным заразил их этим. Она идет в первую очередь через интернет. На данный момент просто очень много ресурсов, которые он использует. Ну, беда какая, надо закрыть. Они кидаются, там сообщают, жалуются, лгут, как вот змеюшник какой вокруг меня. Уже сколько раз это было. Кто там, Дудин, какие-то Дулевище набралось, это кодло патриархийное. Там ничего человеческого нет. Ну, я слабые слова говорю, ну, успокойтесь где-то. Кого-то увели? Нет. Говорится о том, что так жить нельзя, как вы живете. Так подло. Вас ненавидят все. У патриарха сегодня рейтинг даже среди священства нулевой. За деньги, за все прочее. Вам об этом надо думать. Есть видеоролик под названием «Указы, подталкивающие нас к смерти. Ни шагу назад». И, собственно, сам Лапкин разбирает документ, который прислан двумя митрополитами. Митрополитом, собственно, восточно-американским епископом, на тот момент Барнаульским Сергием. Да, ничего нету. То есть это выдумка, там подделка какая-то. Серги прислал, но сказал, и теперь как будто и не говорил. Он наш не был митрополитом никогда, друг наш. Друг. А от этого ничего не было больше. Это обман. Это тут специально такой-то как-то Петроп или кто-то, которого Сергий назвал, этот Козлов говорит, демон какой-то. Вот сейчас они в одноклассниках ресурсы. Там выставляют, мне голову тряляют, жену, сексуальные какие-то отношения. То есть всякую мерзость. Я даже не видел. Он мне сообщает, вам показать, я говорю, зачем осквернять это нужно. То есть они ни перед чем не останавливаются. Кодло патриархийное. Это чаще исповедуется, чаще причащается. Вот их плоды. Что они сейчас делают? Кому надо, тот найдет. Значит, им этим документом, видимо, благословляется вхождение в Барнаульскую епархию РПЦ. Лапкин считает, что указ Сергия не имеет никакой силы и, собственно, подчиняться ему не собирается. Ну, конечно, мы, если бы не были патриархиены, мне папа римский может прислать. Он и настаивает, митрополит послал, может быть, ввели в заблуждение. Как он может мне давать, когда я к ним не отношусь? Я не патриархиен, но пусть он соседу пишет письмо. Дальше. С точки зрения Лапкина, это не каноническое. С точки зрения, опять-таки, цели этого присоединения, как он это понимает, община Лапкина канонически сейчас находится вне церкви. Вот как. То есть, эта структура Сталинско-Беревская, это церковь для них. И я вне церкви. Понятие-то какое бешеное. Это уже чернота мозгов. Тысячи занос вонзили в мозги, черные занозы. Вне церкви. То есть, если ни под ними, ни под патриархией, ни сделать таким же подлым, гнусным лицемером, ты уже вне церкви. Они решают церковь. Да церковь-то тело Христово не ваше. Ваша эта структура патриархийная, Сталинско-Беревская. Вне церкви, что, собственно, в декабре этого года, 2015-го, в ответном письме миссионерского отдела Кызыцкой епархии подтвердил митрополит Эларион восточно-американский Нью-Йоркский. И, собственно, епископ Сталгородский Каменский Всеволод. Никакого отношения к нам Сталгородский не имеет. Его приглашали, он не приехал. То есть, ложь идет. А это неизвестно, что в интернете берут. Надо, он прислал бы нам. Ничего не получали, не было ничего. Всякие подделывают документы там, все. То есть, нет края цинизма, предела пошлости, на что идет патриархия сейчас. Вокруг нас они. Им любыми путями нас лучше уничтожить. Дальше. Что общим на Потеряевке не относятся к церковной юрисдикции РПЦЗ. И Аким Лапки не имеет благословения на совершение богослужения в храме священномучника Анфима в селе Потеряевка. Каноническое, даже дипломатическое общение со стороны Сталгородской епархии Московской Патриархии. Понятно ничего. Это больные просто. Это же не шизопреники, бешеные. Не имеют права. А кто у него отнимал право? Он неотлученный, не запрещенный. Не имеет права. То есть, они попытались, ничего нет. А ты не имеешь права. Здание стоит. И не вам ее рушить. Они ничего не могут. А то человека как демоны собрались. Человеку это не свойственно такое посягать. Я, например, признаюсь, священники Московской Патриархии благодатной ведут. Это не церковь. Да ее с великой натяжкой можно назвать Церковь Патриархия. Самая большая секта, как в интернете говорят. А я признаю. У меня долбит. Как можно признавать вот эту яму, прорву в ад? Все извращено у ней там. Ни одного таинства нет. Правильно. А я признаю, что Патриархия благодатная. Патриархия по первому чину приняли бы. Нынче не мог просто приехать. Рядом был в Барнауле. Дальше. На сегодняшний день она, община Игнатия Лапкина, собственно, не вступала. Ну да. Упорствует Лапкин, отказываясь от общения с Московской Патриархией. Не отказывается. Наоборот, встреча показана. Поскольку считает, что она не является наследником поместной Российской Православной Церкви. Ну да, конечно. Я говорю о Патриарха Тихона. А как связана? Она связана только с КГБ, с НКВД. А к Патриарху Тихону какое отношение имеет? Никакого. Сталин Берия основали. Теперь что? Цитируют. Не вступила, да. Упорствует от общения. От общения, как, когда приглашаем митрополита и приезжает. Был Максим, уехал. Пожалуйста. Был Антоний. С ним общение. То есть ложь. Непрерывная тройная патриархийная ложь. Везде ложь. Цитирую. В Московской патриархии есть самая настоящая обновленческая организационная структура. Аминь. Но при прежних старых обрядах. Аминь. На церковно-славянском языке. Новообновленческая, неживая церковь. Поэтому слова «я перехожу в Московскую патриархию» не имеют смысла. Это не христианство, а бредоверчество. Переходить туда никак невозможно. Как нельзя переходить в магазин, в театр. То есть все открыто. Любой заходи, переходи. Я об этом говорю. Никаких правил. У мусульман надо что-то сделать. У старобрядцев надо. Здесь ничего не надо. Любой. Это я стоял в Киеве несколько лет назад. В течение часа 750, кажется, зашло, 750 вышло. Я говорю, что трамвайные пути прям не завели сюда. Собственно, для него МПЭТа главный враг к делу проповеди. Возвождение России в божественном плане. Спасение душ более всего мешает Московской патриархии. Аминь. Повторяю, аминь и аминь. Именно так. Попы вот эти. Но я говорю, не все есть, которые понимают правильно. Все вместе взятые коммунисты, масоны не делают такого зла, которое делает Московская патриархия в полном подлинном смысле, опоганивая таинство. Ничего не требует своих прихожан, никакой эпитемии, не приводя катехизацию, не выполняя оглашенные за дити. Они создали прочное не о язычество, не о христианство. Люди полностью в этом обмерщенном состоянии подготовлены патриархией принятия антихриста хоть сегодня. Так, ссылаюсь на Осипова. Он об этом говорит. Об этом говорит Игнатий Бринчанинов. Сегодня сколько говорят, что первые, кто будут здесь принимать антихриста, во всем мире православные, патриархия венчать его будет. Косипово обратитесь. Вот это царь, искупитель, это все они в этом. Вот так. Хорошо, что такие слова написали, а люди хоть знать будут. Это его, собственно говоря, высказывания подобных можно набрать огромное количество. И дальше. Мы видим эту мерзость запустения во всех храмах Московской патриархии. Но где-то отдельно 2-3, не будем считать, есть настоящих священников, как правило, пришедших от протестантов. Там, кроме смерти, ничего нет. Там вечный ад горит. Это преисподель столкнуть людей. Они не исполняют ни заповеди, не знают этого. Они чуждают церкви. Ну и посмотрите, с прихожанами поговорите. 50 человек от крещения, ни один не может ответить, зачем он делал. А от крещения-то нет, ладошкой, деньги, 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 деньги. Вы что, слепые совсем не видите? И сектанты, когда 85% баптистов, и говорят, я был неверующий. Слово православия-то нет никакого? Никак. Совершенно. Совершенно. Послушаю, Анна Владимировна, замечу, что там, где ему это выгодно, он всех отправляет в московскую патриархию. Где мне выгодно? Как это? Где мне выгодно, я отправляю... А как мне это выгодно? Какие со мной делятся? Где мне выгодно, я отправляю людей. А это минимум 500-600 городов и сел районных, которые мы проехали по всему миру. И мне выгодно. Ну, то есть, понимаете, что у человека ни ума, ни совести, ничего нет. Чего я могу отвечать? Ну, выгодно. Один раз покажите, где мне выгодно посылать московскую патриархию. Как это может быть выгодно? Ну, выгодно в чем заключается? Он ушел, он больше никогда не приходит. Я его не южнорососал, он же не к нам. Она не понимает даже, что говорит. Совершенно безумные слова, бессмысленные. Сохранила ли московская патриархия, по мнению Лапкина, апостольское преемство? Действительно ли таинство? На этот вопрос он отвечает словами одного из самых ярых противников в сближении с московской патриархией. Довольно, наверное, таки все-таки неоднозначная фигура зарубежной церкви, почившего епископа Григория Граби. Он приводит такой образ. Сравнивает церковь с научным деревом. И дерево растет прекрасно. Если вы замечаете, что какие-то ветви на нем начинают засыхать, то определить с точностью момент засыхания очень трудно. Бесповоротный момент, и мы видим только, что дерево, несомненно, больно. В следствии этого церкви никогда не торопился отсекать заболевшую ветви. Интересно, а Григорий Граби когда был там, даже люди, которые знают, ну, возьмем даже митрополитов Антоний Храповицкий, там Филарет, дальше Агнастасий, митрополит Виталий, и все говорят, что это был самый умный архиерей, граф. Самый умный из всех. Ну, это и так понятно. Это они там говорили, наверху. Он приводит в пример вопрос о римокатоличестве. Переходной период длился около двух столетий, пока церковь не смогла точно определить, что католики безнадежно ушли в ересь. Это не я. Грабба определяет. На ваш вопрос о том, есть ли надежда по возрождению иерархии, патриархии, я лично бы ответил отрицательно. Да, а там он говорит Грабба. Лапкин приводит слова епископа Григория, соответственно, он с ним абсолютно согласен. А сейчас, считает Лапкин, зарубежные архиерии изменили отношение к московской патриархии, потому что они более отравлены агитацией советских иерочекистов. Иерочекистов, то есть сотрудники КГБ. Кто много бродил по святыням и мощам, те окалели первыми. Примерно так. Да. А одна из основных тем проповеди Лапкина, породивших, собственно, волну возмущения среди церковного народа, это крещение. Среди церковного народа. Обманщики. Наоборот, все люди благодарят, хоть открылось все это дело. Как шел крестный ход и вышел настоятель, он не просто настоятель, благочинный, Алтайского края, Покровского собора, Войтович, отец Николай, и дрожащим голосом Игнатия, я по радио три программы вел, до каких пор вы будете поносить нашу мать, церковь? Ну, я говорю, в чем дело-то? Да вы сказали, крещение неправильно, целыми днями нам звонят. Да никто бы не знал, как крестить, если бы вы не сказали. Вот в чем дело-то. Никто бы не знал. То есть вам интересно править слепыми людьми. Особый резонанс вызвало повикрещивание в июне 2015-го Потеряевки бывшего руководителя, а ныне сотрудника отдела Томской епархии Максима Степаненко. То есть они не могут, то есть они начали гвоздать Максима. Да вы против Максима-то никто. Это не в июне, а в июле, 12 июля. Что-то, я не знаю, с чем тут ошибка связана. Ага. Однако, с точки зрения Лапкина, это не перекрещивание, а крещение. Лапкин учит, что если при крещении не было полного погружения, то таинство не совершилось. А последующее причастие было во грех. Этого я не говорил. Понятие добавляет. А причастие где? Хоть один раз говорил, нет. Но понимаете, непрерывная ложь патриархийная. Что это не крещение, это я показываю, апостольские правила. Об этом говорили, что это мочение. Войны я сынецкий Лука не признавал. Афон не признает. Это не мое. Я привожу откуда. Кого признавать-то когда не было? Погружение. Крещение означает баптизантов. Погружение. Зачем приходили на Иорданте? Дома чашечкой были. Или Евнух и Пилип сошли в воду. Зачем? Он зашел там и из ядра поливал. Ну, то есть безумие. Все, кроме католиков. А это католичные. Это оттуда, с запада Украина, заразило православие вот этими попами, полукатоликами. Примечательно, что многие нашли в этом для себя очень удобное объяснение. Почему у нас все не так благополучно, как хотелось бы. Оказывается, все просто. Все вот мертворожденные. Если всех перекрестить, то в общем ситуация кардинально изменится. Лапкин прямо заявляет, что всю страну надо перекрещивать. В этом плане, говорит Лапкин, РПЦЗ от МПМ ничем не отличается. Ну и что, это я говорил там. Там, за рубежом, когда был. Извините, аббревиатура из его употребления. Они хоть и крестят в полное погружение, в РПЦЗ имеется в виду. Но уже крещенок, а вы мочением волос головы считают тоже крещеными. Обливание ересь, декларирует Лапкин. Кроме исключительных случаев. Понятно, в тюрьме, на удре болезни и так далее. А священники, произвольно совершающие обливание, должны быть извергнуты, если не прекратят эту погибельную практику небрежения, как призывающие проклятие Божие. Ну и что я сказал не так. 48-10 Иеремия. Проклятое дело Господь делает небрежно. И купель есть, а купель, чашка такая, сидит девчонка вся наружу где-то. Ну даже сказать нельзя даже. Даже говорить не о чем. Не хотят крестить. Почему? Сатана. Только объяснить можно. Синдром падшего демона. Я не крещеный попа, вас такими всех сделаю. Они Бога не знают. Кроли записываем. Так, подтверждение. Это того, что таинство с неполным погружением действительно. Лапкин приводит 50-е апостольское правило. Это все Дудин тут надолго. Однако это правило, во-первых, ничего не говорит о недействительности крещения совершенного неполным погружением. Во-вторых, предусматривает наказание священнику извержением, если он совершит крещение в смерть Господню. Погрузил крещаемого единожды во имя Отца и Сына Святого Духа. Ну то есть совершенно передернуто по сути. Так даже заодно, если и то извергается, то у вас ни одного нету. Вы что, совсем обезумели? Князь Владимир где крестил? Иоанн Креститель где крестил? Крещение как демоны боятся. Истинного крещения. Полного погружения. Боятся, трепещут. Ой, ребенок утонет, то другое. Ну, кто это? Разбойники, бандиты. Это говорит Патриарх Алексея II не я. Бандиты в Рецах. При этом понятно, что церковь правильно совершает крещение именно погружением. При этом понятно, что церковь правильно совершает крещение именно погружением, о чем постоянно напоминает иерархию нашей церкви, да? Совершенно. При этом без основания считают крещеных обливанием некрещеными. И вот все остановилось, литургии не будет. Крахоборы. Вы мамону затащили туда и служите мамоне, а не Богу. В этой связи можно опомянуть 47 правило Святых Апостолов. О том, что говорится, различать священников от лже-священников. Говорит о том, что епископ или пресвитер, аще поистине имеющего крещение вновь окрестит, или аще от нечестивых оскверненного окрестит, да будет извержен, яко посмеивший кресту и смерти Господней, посмеивший, неразличающий священников от лже-священников. Ну мы различаем, а то лже-священники, которые не хотят крестить, раз он все изобращает. Это волки лютые, 20 глава, 29 стих, Деяния Апостола. Лютое пожирает, абортированное. Помочили, вышел и все, никого нигде нет. Патриарх Кирилл об этом спрашивает, сколько крестили, а кого знаете, никого. Вот, 506 пар повенчали и не знают, живут нет, а уже в первый год половина развелись. И снова венчают по несколько раз при живых женах. То есть это никакого отношения к церкви не имеет, бедлам. Здесь как раз мы и сталкиваемся с тем, что Лапкин как раз и считает священников нашей церкви за лже-священников. Но вопрос относительно, вопрос звучит так, если в барнаульских церквах построят баптистерии, то можно ли будет там креститься? Ответ Лапкина. Построить их нетрудно, но баптистерия это всего лишь завершающий момент. Главное это научение. Что не так сказал? Катехизация по обращению ко Христу. Ну, казалось бы, можно совсем согласиться, продолжает ваша цитату. А вот этого как раз и не будет. Дальше он говорит. Священники и архиереи невозрожденные, мертвые. Они что попало балаболят? На полгазетных страницах архиереи дают ответ и ни одного евангельского слова. Сплошной бред. Ну и что? Что сказал не так? Я разбираю, выставляю их, и вообще нет ничего. Мне приходилось бывать на катехизационных курсах, поэтому баптистерии, построенные в Барнауле, ничего не изменят. Мертворожденные, мокрые грешники выходят из купели. Не было мук рождения, расставания с миром и грехом. Не было рождения свыше. Такие были, такие есть, выходят, как этот Амвросий, вы знаете, Юрасов. Он был здесь, вот там мы сидели, беседовали, говорили с ним, как. И что он? Ну, я говорит, племянника крестил. Я говорю, верующий? Да какой верующий? Он, зачем ты крестил-то? Ну, он меня спросил, а как долго будет крещение? Ну, я сказал, там 10 или 15 минут. И он вот так вот, говорит, держит папиро, так, бросил. Давай скорее. То есть, как бы в воде не пришлось закуривать дальше-то. Это он рассказывает, это все записано у меня. Да вы, кого крестите-то? И крещения-то никакого нету. Пираты захватили корабль. Большое значение в общем не имеет учение близко к непятидесятническому. О рождении свыше. О рождении свыше они не слышали. Это не о пятидесятническом. Ну, поймите, кто это говорит? Это мертвецы. Мертвецы. Синдром падшего демона у них. Я погиб, это рождение свыше вообще не проповедует. А нерожденный свыше, он даже мытар, что не проходит в ад, летит. Не можете увидеть царствие Божие-то. Вот как понимают. Неопятидесятническая Библия. О, это сектанты. В общем, эта тема поднимается таким образом, что ряд, собственно, членов утверждают, что пережили рождение свыше лишь только после встречи с Лапкиным. Это врет она. Врет нахально бабка. Не со Христом, а с Лапкиным. А для чего показать? Вот какой Лапкин плохой. Ну, где-то она видела, хоть одно слово подтвердите. Найдите ее. Покажите эти слова. Скажите, ей уже помирать надо будет. Чего же ты трепешься-то? Ну, никогда нигде не было сказано, да это невозможно сказать, но им надо как-то показать, что... А это вот Дулевичи там, Скуратовские. Вот вся эта кодла патриархийная, этот яд распространяет. Миазмы зла. Вот она, пожалуйста. То есть все же на нем усходится. На нем. Рождение свыше, а на нем. Не отвержение от зла. То есть они не верят в сошествия Духа Святого. Что-то только Дух Божий делает, обращает, дает рождение свыше. Вообще не верят в это. Это патриархия церковь. В данном-то случай, Павел, это вы делаете ее не церковью, а я ее признаю благодатной. Так это невозможно такую церковь признавать за церковь-то. Я признаю. Вот и все. В связи с этой концепцией в общине, опять-таки, широко применяются характерные для протестантов термины. Принять Христа в свое сердце, встреча со Христом. Вот, значит, какие слова, это сектанские. Так что знайте, встреча со Христом, это сектанское. Православным это не надо. Встреча с батюшкой, батюшкой, благослови, и все. Принять Христа, жить во Христе с сердцем не надо. Водкой, накачая сердце, табаком, матерками, это свой. И сидят-то какие рядом? В галстук, а снимите галстук. Осипову скажи, чтобы он не брился, снял галстук. Не получится. Промассоненные до мозга костей. Утверждается, что рождение свыше должно быть связано с каким-нибудь библейским текстом. И должен человек помнить день и час, когда это произошло. Ну да. Вот Христос об этом и говорит. И Самарянке говорит об этом. И Евнуху говорит, когда он Исаию считал. Они не знают, они не понимают, о чем даже речь идет. Совершенно мертвое царство от сухих костей. Поэтому они к мощам так и лепятся. Подобное к подобному. Обвиняя московскую патриархию в несоблюдении канонов, Лапкин кичится, что в их общине и непосредственно им все 989 канонов, он еще любит считать, соблюдается. Любит считать, это плохо. Я говорю, этих канонов нет уже. 719 только осталось. 230 полностью выбросили. И 719 и 413 каждый день нарушаются в каждом храме. Почти в каждом. Только и всего. Что Лапкин сказал-то? Я 3 года потратил на работу с канонами. Они их не знают, 70 лет не издавали. Однако это не так. На это обращает внимание руководитель миссионерского отдела Кызыцкой епархии Дулевич Антон. Вот Дулевич какой-то там. Да Дулевич в храм может пускать, даже нельзя. Залож его. А это нет. Нет руководителя, отделы построили, счастье исповедователь, причащайся. Вот тут демон-то и ловит их. Многие больные, немало умирает. Звания какие? Строчка. А что христианина, рожденный свыше, нету. Ни одного слова. Он даже не знает. Каноны, которые отлучают от церкви тех, кто молится с серетиками, допустим, да. Лапкин нисколько не гнушается нарушением этих постановлений, молясь с баптистами на видеокамеру и так далее. Не проще взять благословение у католического священника. Но это все даже мелочи. Почему мелочи? Потому что патриарх Кирилл там благословляется, Иларион Алфеев. Это мелочи. Она сразу испугалась. А как будет? Да я лапкин еще придумаю в разы. А с баптистами я молюсь. Как молюсь? Покажите. Понятие, что молюсь. Я соглашаюсь с тем, что не нужна церковь или икона, идолы. Они даже не понимают, что такое не молиться. Илья где молился? С идолами, которые идолопоклонники были. А после 850 голов отрубил пророк Илья. Они не понимают вообще ничего. Безмозглые. Поскольку его хлономощи, иконы, все тоже противно канонам. И собственно все неудивительно, поскольку в действительности лапкин признает только Святое Писание. Как он его понимает? А как понимает? А понимает он, как толковали святые ци, а она дальше не говорит. Она не говорит, что лапкин только признает Святую Библию и понимает ее так, как понимал Иоанн Златоус. Дальше. И предание для него вторично. Постановление соборов, каноны принимают только те, которые с его точки зрения соответствуют Писанию. Да не моя точка зрения, а Писание показывает. Она не понимает даже, о чем говорит. Тут опровергать даже нечего. На суде Божьем будет Слово Божие. Суд Божий страшный. Там никаких канонов, ни соборов, ни святых, никого не будет. И праведник едва спасается. А нечестивый грешник, где он явится? Лжец, где явится? Участь вот этих лжецов в озере Огненном. Откровение 21 глава 27 стих. Цитирую. Соборное правило действительно имеет силы только тогда, когда они не противоречат Священному Писанию, иначе они ошибочно и ведут к заблуждению, уводят от Христа. Это Серафим Саровский говорит, не я. Серафим Саровский. Когда я говорил по-человечески, Дух Божий отступал и говорил неправду. Неверно. Я просто вольный передавод. Например, правило, что ни диакон, ни священник, будущий уже в священном сане, не могут жениться ни на чем не основаны, ни евангельские. Я как раз этого не говорил. Будущий диаконом и священник. Не говорил даже. Вот здесь все лживое. Я говорю, нигде в Писании нету, что епископ не может быть женатым. Женился до этого когда-то. Епископ должен быть муж одной жены. Вы вопреки Писанию идете. А что? Как он может женить это? Двои женцы не должны быть. То есть она что-то перепуталась. Просонок видать. Может быть она что-то слышала, но не вывернулась у ней как. Еще вопрос ему задают. Если вы так много занимались материалами вселенских поместных соборов, то что более всего вам не понравилось в них? Ответ. Наличие духа отнюдь не Христова. Это то, что сегодня в господствующей церкви Московской Патриархии. Так похоже, будто слепок оттуда перенесен. Ему только власть сломить, чтобы она издала те законы, которые будут поражать права тех, кто не с ними. Выступает, собственно, против обязательного безбрачия епископов. Он тоже пишет. Любое соборное постановление по этому вопросу сейчас есть в церкви. Оно антиевангельское. Ну да, против Евангелия. Если вы скажете, что епископы не могут быть женаты, покажите по Библии. Во свете Библии разбирайте, а не во свете вашего помутненного разума. Помутненного, отравленного попами. Во свете Библии она ни одного места не показывает. Я ее называю. Полностью отвергать монашество. Она неправда, я за монашество. Но не в том виде, в котором оно есть. Она этого не говорит. Причины этих слов. Монастырь, отшельничество, молчальничество, бесердество, пострижение, ни на молекулу нет в Библии. Монашество это изобретение было навязано церкви в 4 веке и так далее. Ну а когда? Покажите по-другому. Я разбираю, это у меня 7-8 том открытым оком. 400 вопросов по монашеству отвечаю. С выдержками только из житий святых. Почему вы не берете это? То есть это можно приводить очень много цитат на эту тему. Особенно его раздражают и возмущают сугубо монашеские подвиги. Столбники, молчальники в пещерах там входящие. Грубо, дико, преступно в насмешку пещерники считают себя христианами. Новая вера кротовы червей, похищенной тьмой и прославляющий мрак. Про столбников то же самое. Ну хорошо, не так. Ни одна религия в мире не терпела такого краха, как Византия православная и в России 17-й год. И вы ничему не научились. Бедная несчастная. Ждет новая вас, сбутывая и забучено будет все. Бог не потерпит этой мерзости. Вам еще не взоров напоминает Александр Глебович. Я не хочу, чтобы попов спускали вниз головой с кулаколин. А вы к этому все тянете. Лживые христиане. При том, что главное, собственно, в чем он обвиняет монашествующих, это то, что они не исполняют заповеди Божии. Так сказать, о благовестии. Идите, научите все народы, да, и так далее. В этом смысле, не знаю, времени мало, не могу не удержаться. Посмотрите, не знаю, житие Семена Столпника, которого он, так сказать, критикует. Параллельно называют его колдуном и так далее. Семена Столпника-то, да? Где его называют? Я говорю, у него было при смерти вот такое, что бывает при смерти колдунов-то. Она, видите, как переворачивает, и все. Я ему каждый день молюсь, что непонятно. Если мы откроем житие, то увидим, что само житие просвещает именно его, он является светом для мира, просвещая народ, пребывающий в тьме делослужения, да? Да, это она не считала, она говорит, не считала. Ну, он просвещает, на столбе стоит. И как он, стоя на одном месте, привел к вере столь многих, как если бы проходил всю вселенную проповеду. Ну и покажите, кого он привел. Покажите, назовите. Ничего не можете показать. И почему ему никто не подражает сегодня, а с подогревом полы и миллиарды вкладывает туда Путин, в ваши монастыри? Ничего нету. Как Мария Египетская. Мария-то Египетская была, но за полторы тысячи лет хотя бы один где-то повторил ее. Нет, никто не стремится. Вы все пустословите. Если я говорю апостолу Павлу подражать, я иду за ним вместе. Дальше. То есть, вот по сути, такое глубинное непонимание. Глубинное непонимание, а у нее глубинное понимание. Глубинное непонимание, да? И каждый раз, да? Вот говорит, и что значит, да? То есть поддержки ищет. Он цитирует и очень хвалится, что очень любит Златоуста. Есть чем хвалиться. Сходящийся хвалист Господом. Но тот же самый Златоуст говорит, что свет Христовый это блеск добродетели. Собственно говоря, истяжает. Да, опять да. Ну и что ты, меня обвинишь в чем-то, что я делаю не так. О моей жизни ты знаешь. Ничего не знает. Ну, сказать. Остяжает монашествующие в своих подвигах, да? Да, опять да. И как этим, да? По отношению, собственно говоря, к канонизации, он тоже считает, что это все выдумки человеческие. Очень интересно он отвечает на вопрос. Сдают ему члены общины. Показывают, собственно говоря, какое значение имеет сам Лапкин. Там буквально царит его культ без преувеличения. Культ. Ну, чтобы понимать, что такое культ, то есть человек имеет авторитет, это культ. Да большего культа, чем и священников, нигде нету. И никогда не было другого. Культ епископа. Вот это прихлебательство. Вот это на каждом шагу все это. Культ. А у меня какой культ? У меня долбят со всех сторон. Я печник. На пенсии нахожусь. Культ. Культ. Да у вас культа интересная советская власть в налоги приравнивала только к артистам. Священники и артисты. Это артисты. Мюнхгаузены в рясах. Многие. Есть ли какое у него завещание по его кончению? Учитывая факты, значит, ММП на канонизацию вдруг через энное количество лет осознает все. Это священник один писал, она даже не поняла откуда. Священник, отец Сергий об этом говорит. Сдумают вас канонизировать еще, мощи резать будут. Осознает московская патриархия, в чем ее обличали. И надумают вас причислить к лику святых. Так сказать, надумают ли еще мощи обрести для поклонения и так далее. Я говорю, когда сапогом так вылетит из могилы. Ну, это эпифания была. Он знал, что умрет дорогой. А матрос один искушался. Он еврей, обрезан или не обрезан, хотя является и епископом. Ну, когда умер, он подошел потихоньку, поднял посмотреть обрезание. Он как пнул его, он головой о палубу и умер. Он сказал ему, не искушайся, не лезьте. И он рассуждает тоже на эту тему. Вполне очень, видимо, имеет намерение согласиться. Да, наверное, я не имею, ну, а может быть, наверное, согласиться. Я против канонизации, а соглашусь, чтобы канонизировать. Но она не понимает бабка. Как говорится, Бог лишил рассудка, и поэтому больше наказания она уже не потерпит. Почитание мощей он считает язычеством. Отрицает все, что связано с иконописью византийской там и так далее. Хулит святых. Совершенно чудовищные какие-то вещи говорит, которые даже лучше... Видимо, не говорит. Ну, покажите, где святых. Ну, один пример, один. Кого я хулю? Если сказал, что надо идти благовествовать и жить по-христиански, то это я хулю. Если патриарху приписывают торговлю табаком, водкой, я хулю. Андрей Курех, правильно, говорит? Да, было. Хризастон Виленский говорит, да, мы все сотрудники КГБ. Да, все до одного сто процентов. Но я осознал, что вы-то еще сидите. А то Хризастон Виленский говорит. Дальше. Много других там более незначительных и менее значительных моментов, где он расходится. Но самое главное на самом деле, что происходит в самой общине. Поскольку, в общем-то, община представляет собой настоящую секту. Секту настоящую. То есть она была уже доказана, никакая не секта. У них слово секта на каждом шагу. Самая большая секта Московской Патриархии. Весь эфир этим наполнен. Вот что говорят. Я не говорю, потому что есть там священство. У секты нет священства. То есть не просто нет, а отрицание института священства. Она вообще не знает. Патриархийная пешка. В которой жесткий, совершенно контрольный от всей и абсолютно жизнью происходит. И в общем то, что Лапкин ведет войну против церкви, как бы изнутри самой церкви. Да ее нет ни внутри, снаружи. Она одинаково везде. Мирская организация. Фактически, как все происходит. При общении с людьми православными, он начинает говорить о принадлежности там к церкви и так далее. Уважительно высказывается о патриархе. Рассказывает в положительном ключе, допустим, о посещении потерявших митрополита Сергия. Ролик выложен. Добившись расположения, параллельно, так сказать, обсудив все поверхностные, зачастую высказывающие недоумение, даже раздражение слуха, которые в средствах массовой информации у нас тиражируются про церковь, задевают людей за живое. Кого-то были недовольства жизни в церкви. Он на этом, собственно, открывает истинную причину, что вот в неполное погружение крестились и так далее. Я только нагородила где-то, это делаю, потом отхожу, бред, бред сумасшедший, как Златоуст говорит, бредней пьяных старух. Мало ли сейчас пьяную не сблеснешь-то. Вот сблевала и пошла, и нужды никакой нет. Это вот патриархия вся в этом, в этой лжи, в этой пакости. А дальше, для того, чтобы принять крещение, нужно жить, собственно, по Теряевке. Вообще такого не... а попеть надо, а попеть. Жить по Теряевке. Когда люди приезжают с Франции, с Германии, приехали жить по Теряевке. С Казахстана, с Киргизии, ну, с разных сторон, из стран. Архиерия приезжает, и монахи крестятся. Дальше. Нужно проходить оглашение, фактически происходит то, что называется, там, какое-то слово. Ну, какое? У вас сколько оглашения пройдет? У нас 500 часов. 500 часов по Теряевке будут жить? Это 4,5 года в университете я веду занятия. Люди-то, в основном, пришли еще из занятия. Поскольку чтение Священного Писания там, то, что он рассказывает по фефилакту болгарскому, на самом деле это не фефилак болгарский, а фефилак болгарский с комментариями Лапкина. Ну, комментарии, комментарии, а фефилак болгарский остался о том, я его сократил, убрал, нет. Я комментарии, то есть расширил, он говорит, нужно идти всем проповедовать. Я расширяю, что об этом говорил тот-то, тот-то, златоусы и прочее. Ну, то есть она вообще не понимает ничего. Совершенно не понимает. Она не сказала, что я убрал болгарского фефилакта, нет. А с комментариями, нет, нет. Ну, книгу я взял любую, даже Библии, даю комментарии, Библия осталась, Библия, комментарии, там, другим шрифтом показано, двумя чертами открещено. Но она не видела, не знает. Прости ей, Господи. Книги эти распространяют, книги эти читают, слушают до бесконечности его ролики и так далее. Какие бесконечности? До бесконечности. Она видела, кто слушает, и, то есть, ну, просто переполнено вот это. Ну, а не, вот молодец, пришла, вот молодец. Причем весь период оглашения человек проводит в общине, а дальше последующее крещение можно считать как инициацию, собственно, в секту. Инициацию, секту, то есть, совершенно мирские люди. То есть, обращение, что Дух Святой коснулся, душа обратилась, не верит. Это неверующее. Это, если считать это за патриархию, тогда никакой церкви нет, если вот по этим людям-то никакой нету. Дух зла захватил все, и церкви нету. Это вы подтверждаете, а я признаю ее благодатной. Ну, не могу же я признать эту инициацию, ни одного слова нету. А почему? А это говорили, там, Скоротовский, там, Самсонов почти сидел, колобродил. Если посмотреть даже вопрос кому-то, нет времени совсем, мужской голос отвечает, один ролик. Начало ролика, голос Игнать Тихоновича Лапкина. Температура, градусник, разбей его, закопай. Я еще ни разу градусник в руку не взял, ни одной таблетки не съел. Вот говорят, у меня температура там поднялась, а зачем тебе это нужно знать-то? Ну, еще я сказал, судить за это надо. Я не надоедаю врачам, ни одной таблетки не съел, всю жизнь работаю на настройке. Еще я сделал не так. Дальше. Второе, зависит от зубов, дергать не надо. Ну, а если болит... Память зависит, память зависит, она отбрасывает память. Зубами выдергивается часть памяти, это шведские ученые доказали. Она не знает ничего. Но если болит, я сказал дергать не надо, нет, там это ролик включен, именно ваш ролик. Да. Я сказал дергать не надо, но удалить можешь, удаляй все зубы. Пойдем всегда в 4.40 утра, днем никогда не ложиться. Секрет, никогда не ложиться. А если с ночной, я что-то должен повторять, никогда не ложиться. Так я же упаду, сядь на стул, на кресло и вот так прям не ложиться. А именно чуть-чуть только откинусь, чтобы тело не упало. И вот так подремли. А сколько? Не больше полчаса. А потом встать, что-то поделать. Часа три пройдет еще так, чтобы у тебя не больше трех часов накопилось такого прерывистого сна. Но врачи нужны, но я своим говорю, никогда не ходите, пусть они лечат молодых. Я сделал свой выбор. Ну еще это стало не так. Леонардо да Винчи об этом пишет. Три часа с Молкосник и Лизаров, которые берем, это Эдисон и другие. А сколько спать надо? Девять часов. С чего взяли девять-то? Это деградация. И заболею, обратился к Господу, у них врача, сахар, соль, чтобы на столе никогда не было. Я говорю так, никогда их не будет. Ты один раз услышал, чай, кофе, коктавр, намертво истреблено. Не, никогда. Тут нам нужно поучиться в адвентистах седьмого дня. Алкоголя в рот не брать. Это не подыскивается что-то, что я неправильно говорил. А что неправильно, это непонятно. Так вы остаетесь здесь. Я договорился, в этих таблетках ни одна не заходит. Это привезли девочку больную. За кадром у них есть детский лагерь в Стан. Я убеждать-то не буду. Один раз засвидетельствовал, нам не принято спорить. Так вы остаетесь здесь, на поезд дарите деньги, обратно уезжайте. Да нет, мы лекарства сейчас же выбросить. А как плохо будет? Собирайтесь, выезжайте, я не хочу слушать. У меня плохо не будет, это я точно знаю. Девочка поехала совершенно выздоровеющая, она это не понимает. Дальше-то они ей говорят. Она приехала с кучей таблеток, а зачем? Это лагерь у нас трудовой. Я ей особые условия создал, и она полностью здоровая поехала, в футбол уже играет. Анна Владимировна, то есть условия пребывания ребенка в лагере, больного ребенка. Мама должна его там оставить без лекарств. Либо ты уезжаешь, либо оставляешь ребенка. Лекарства забираешь с собой. Только на этих условиях ребенок остается. Она приехала без приглашения, без разрешения, и больных детей привезла. Что я должен делать? Лазарет устраивает? Лагерь трудовой, повторяю. Но у меня есть способ лечения. Мед, травы, на солнце, чтобы она не выходила. У нее что-то там, рак позвоночника, не просто болезнь. Это невероятные вещи, что Бог делает, когда правильно перед Богом. Про бороду, бороду дам. Порченая борода, если ты... Нельзя подстригать ни на сантиметр, типа книга Левит. Слово типа, это говорят так, блатные. Дальше. Где, собственно, говорится об этом в контексте языческих обычаев. И языческих? Понятие языческое. Мы говорим, полное крещение. Священник выступает в лапке, но он к чему призывает? Это язычество, полное погружение. Это не Птун только делал так. То есть они никакие. Бандиты. Что им не нужно следовать. Для них это правило. Даже на сантиметры. Это не просто так. Реально. Если человек... Есть ролик. Молодой человек, студент медицинского вуза, объявляет о выходе из общины. Почему? Потому что он вдруг возумел желание непреклонное постригать регулярно бороду на сантиметр. А по правилам общины все. Он оказывается в разделе оглашенных. Это наше правило. Зачем ты ведешь? В наш монастырь со своим усам. Я к вам не лезу. Вы в штанах ходите. Что с вас взять-то? Мирские люди, безбожники. А как он регулярно будет, то есть до тех пор, пока она не отрастет? Постригать в смысле? Ведь она будет отрастать, он опять будет стричь. То есть все. Он уже к таинству не приступит. Он будет как оглашенный. Это причина выхода из общины. А у вас любой может причащаться. Вот это наша разница. Это действительно так. Так и есть. У нас есть работа на человека. У вас ни в чем нету. Священник только свидетель. Свидетель, что у него разврат. Сплошной разврат идет. Как Степаненко назвал, Б. Вот это Б все наполняет храм. Любая Б залезет на капюру и калобродит. Дальше. Мужской голос. Галстук Лапкин объявляет вне закона. Да, масонский знак. Анна Владимировна. Да, имя там декларируется все. Внешнее поведение, пищевые аргументации. Причем не по Ветхому Завету, а по из головы. Из головы. То есть мы ничего не понимаем, а так бродим. Мужской голос. Отдельная тема для исследования. Исследование влияния РПЦЗ. РПЦЗ, ну как они секту принимали в 2011 году. Да как секту, мы секту. А РПЦЗ секту приняли. Как это так? И опять, это уже закончила она доклад. Еще. Второй мужской голос. Черный след. Что-то Грабби, который, кстати, подписывался епископ Григорий Граф. Грабби. Там не слышно хорошо. Она говорит. Ну еще буквально два слова. Я даже попросила нашего психолога Галины Александровна экспертизу по тем характеристикам, которые дают лапки в лагере детям. И ролики тоже есть о жизни детей в лагере. Это производит совершенно страшное впечатление. Страшное, просто ужасное. Даже страшнее, чем живут там взрослые. Вот этим жестким. Плюс все снимается на видео. Для меня потом только я уже поняла, что на самом деле это тоже стресс. Вся жизнь детей проходит под камеры. И это тоже элемент контроля над этими детьми. И совершенно чудовищные, жесткие, жестокие даже можно сказать характеристики унижающих детей. Даются прилюдно. Зачитываются оскорбительные. Наказание, он говорит, что он великий педагог. Наказание должно соответствовать правильности. Но они тоже все какие-то изощренные, садистские, можно даже сказать. То есть все, что она слышала там у соседей по пьянке от мужа, она все сюда лепит. Характеристики по просьбе родителей. Зачитываются перед всеми. И родители говорят, да, действительно соответствуют. То есть у них ничего этого нет. И она вмешивается, втесывается в то, что не под власть. Она не знает этого. Вот меня спрашивают воспитатели, даже которые в лагере были, дети, родители даже. Дайте нам характеристику. Я даю с проглядом в будущее. И оно все исполняется. Почему? Человек всем пишет, а я тогда уже вместе со старшим воспитателем, вместе тогда уже общий подводим итог. Не знают ничего. Не знают. То есть у них нет ничего. Я вспоминаю Григория Нискова. Он говорил, они верят только в то, что могут сами сотворить. Они ничего-то не могут, ни характеристики дают, ничего. И поэтому судят. А я их не сужу. Я знаю, что ничего нет. Это мертворожденные, выкидыши, абортированные. Мертвецы. 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 А она уехала другая. Я спрашиваю, сколько будет. Я спрашиваю. Сколько будет? Два. Еще вдвое сколько. Никак. Детям-то еще бумаги-то нету. Я ей даю, она сбрасывает. Она не сказала дальше, не знает, что было. Но они видят, что это необычно. Он приезжает ко мне, представьте себе, а нас известно далеко. И узнала директор Кэстонского института в Лондоне Ксения Дэннон. Она связывается со Стамкино. Со Стамкино дают сопроводительного человека, и он приезжает с ней сюда, в Потеряевку. Ну, к вам кто приедет? Кому вы нужны? Вы же подлые. Вы никому не нужны. Лицемеры. И она здесь у нас находится и уехал, пишет статью прекрасную и говорит, мне половину не рассказали, что я увидел. Купила книги и пишет, она вам не счита. Так это не она одна. Телевидение немецкое. Можешь приехать поснимать? Я рассказываю о фильмах, занявших первое место на международных киноконкурсах, где епископы, профессора МХАТа находятся и первую премию прислали. А эти-то колобродят, они ничего не знают. Ничего, злоба. Злоба поповская. Вот эти дудины, больные психические люди, это они больные. Там какой-то Скуратовский, какой-то Дулевич, их никто не знает и не будет знать. Много нападали на Иеронима Стридонского, умершего в 420 году, когда написала нравственность и священство. Язычники от руки переписывали, от него все друзья отвернулись. Где они эти? Никого нет. А он известный, самый популярный в западной церкви. И у нас он посчитается. Дальше. Значит, накуски по размеру подходящие. Она должна с этими листочками лезть на какую-то там возвышенность, которая называется Вавилонская башня. Оттуда кидать эти листки, чтобы смотреть, как они летят. Да. Спускаться вниз, подбирать, залезать обратно и кидать. И так до обеда. Да. При этом к ней приставляется двое детей, добровольцев, которые должны следить, чтобы это качественно выполнено было. А дети, видимо, на контрасте могут качаться на качелях, развлекаться. Да. Она наказана. И вот такого рода вещи, это просто норма. Норма. Ну и что не так? Ну вы будете ей заниматься? Нет. К нам приезжают из патриархийных лагерей. Это источники гнойного разврата. Что они рассказывают? Что у вас там делается? А вы мирские люди. А кого вы судите? Духовный судит обо всем. О нем никто не может судить. Это вам не подвластно. У них есть лобное место. Это у аналоги, где лобное место у колоколов. У детей, где они четыре раза в день разбирают грехи. Это не истовая тайна, а это публичная. То есть она не знает. И кто это придумал, слово лобное место, надо было узнать, найти его. Причем дети становятся, видно, становятся новенькие. Которые, такое массовое давление на них оказывается, групповое. Вполне конкретно, как в нормальной секте. В нормальной секте. И она была, знает, нет, это Дворкина. Это Дворкина знает нормальную секту. Он в глаза не видал сектантов. А кто пришел из тех, да он понятия не имеет. У нас секта из тех приходят, делаются батюшками патриархии. Лучшими, каких мы знаем. Вам что, называть их? Саду сожрете. Либо уже видно, что они местные. Дети совсем другие они. Стучать друг на друга это норма. А у нас как раз написано, жаловаться нельзя. Нельзя. Должен пригласить его. В уставе записано, то есть, кверх ногами все врет. Нахально врет бабка. Я когда читал о характеристике и описание наказания у него на сайте, я не могла понять. Он все время пишет, все довольны, все смеются. Вот это никак не могла понять. Она никак не может понять. Значит, все довольны, все понимают, что так. Он не понимает ничего совершенно. Описывает какие-то ужасы. Все довольны, все смеются. Какие ужасы, какие ужасы, где ваши дети, как они приходят. Говорит, вы понимаете, кто вы Б, как Степаненко называет. Вы этим окружены всем. Поскольку раз разводитесь, сводитесь. Не могла понять. Посмотрела ролики, действительно, все довольны, все смеются. Вот это никак не понятно. Вот это секта, вот это зазомбировали. И все довольны, все смеются. Так это как раз и показывает, что им хорошо. Одного гнобят, все смеются. Гнобят, гнобят, гнобят. Он обматерил девочку, а так гнобят. Она не знает ничего никак. Это защитники мрака. Значит, мужской голос. Раз этот лагерь, это лагерь называется, разве нельзя его закрыть? Закрыть это вот Сергеянство. Вылез, наконец, с рогами Сергеянство. Лагерь это СЭС приезжает в пушкой комиссии. Анна Владимировна. Там было довольно большое количество комиссий, неоднократно. Но у него в Алтайском крае много. Он вообще удивительным образом, его почему-то многие почитают. Через него в свое время, раньше, видимо, довольно большое количество священников пришло. Православие, с баптистов там, видимо, и так далее. То есть ко мне приезжает, и губернатор расположен, и начальник КГБ, и начальник прокуратуры, генерал-лейтенант. Ну все расположены, всех зазомбировал. Университеты двери открывают. Самое большое время, по эфирному времени, я имел в Алтайском крае. Часовая прямым онлайн передача только шла. Еженедельно. Вот зазомбировал их, и все. Плюс ко всему. Но вечер там странный происходит. Честно говоря, я просидел всю ночь, стараюсь сократить свой доклад, но у меня все равно не вышло. Потому что там это бездна. И те слова, что он там произносит на святых, в Бердань там играет, все-все абсолютно сплошное кощуство без преувеличения. То есть он не может сказать, ни одного слова евангельского нет. Во свете Библии рассматривать надо. Во свете Библии. Это все сейчас в интернете, на сайте к истине Максима Степаненко. Есть хвалебные оды, так сказать, Лапкину. То есть он говорит, как есть, на самом деле это оды, хвалебные, и Максима гвоздают теперь. Разбирается вопрос насчет крещения, что все неправильно у нас крестят. На почту нашего центра приходили вопросы насчет перекрещивания, что все мы вот неправильно крещены, отсюда храмы наши пустые. Конечно. И тут голос Сергея Дудина. Можно сказать слово небольшое. Люди очень сильно просят, ну там перебивают, там пропот идет. Какой-то негодующий пропот услышан в докладе. Мужской голос. Мы думали после завершения написать обращение по поводу Максима Степаненко и по поводу Игла, митрополиту Томскому и Алтайскому с этими вопросами. Если вы поддерживаете это... Это да, вот это вот чисто... Вот в чистом виде сергианство. Они ничего не могут им на власть написать, что-то сделать. Вот оно где гнобица-то. Вот где стукащество-то. Это сегодня, когда... А в советское время все уже забрали бы. Значит, Сергей Дудин. Именно это люди и просят. Просят, как раз это и надо сделать. Женский голос. То, что она описывает, это синдром парноидальной шизофрении. Вот когда беседует с Валандом-то, знаете, там безродно это и говорит. А что такое? Ну как-то узнаешь. Скором. Не знаю, я не успел спросить, вы узнаете. Сброс шизофреников. Вот действительно, когда начинает, кола бродят. Анна Владимировна, да, он похож. Как минимум человек в прелести. Прелесть и гордыня. Это любимые орудия патриархии. Прелесть и гордыня. То есть с апреля в этом все. Максимум психически неадекватный. Но вокруг него такое количество подобных живопоследователей. Все пропащие люди. Которые спрашивают, меряя с линейками бороду, насколько он, ну там, парень плотников, хочет ее... Гул множества голосов, мужской голос. Тут целое воздействие психиатрии. Если вы поддерживаете, мы от имени секции двум митрополитам напишем. Напишем. Вот это да. Больше их нигде нету. Дальше закурили и пошли к чужим женам. Я вас знаю, как говорил Портопопа Вакуум. Су, пустосвятый. И шум. Шум. Шум до преисподней идет уже. Мужской голос. Александр Леонидович, не только митрополиту, в Роспотребнадзор не будет митрополит вмешиваться. Я читал молитву по поводу лагеря Лапкина. С ним предпочитают не связываться. По поводу детского лагеря. Нужное предлагают не только митрополиту, а Роспотребнадзор. А Роспотребнадзор, какой я не понимаю. Там шум совещаний по закрытию. Закрыть лагерь, закрыть не было. Лапкину посадить, отравить, сжечь. 18 лет лагерь сжигали. 18 лет. Мужской голос. Для этого Роспотребнадзор, конкретные свидетельства. Давайте подумаем, как это сделать. Снова шум совещаний, составление обращений. Тут они все на месте. Они не могут жить по-христиански, не проповедовать, не обращать, не жить в Духе Святом, не быть Вадимом Духом Святым, не знают. Вот написать, подписать, это они сделают. Вот они зашумели и пришли. Спецдоклад Виктора Маленко объявляет. Виктор Маленко. Да, 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 да. Совершенно верно. Вот это действительно серьезно. Серьезно. Выход вот через такие канонические какие-то там. Я интересовался Лапкиным, когда действительно Максим Степаненко заболел вот этой болезнью. Максим больной. Для них все, кто со Христом идет, это больные. Все, которые Евангелие считают, шизофреники. То есть, ну понятно, кто они такие. Я называю одним емким словом. Кодло патриархийное. Бешеных волков. Лютых. Которых будут отстреливать. Он там, Лапкин, действительно почитается как старец. И там много сумасшедших по поводу него. Там просто битвы. Все сумасшедшие. Есть люди, которые считают его ненормальным. Есть, кто почитает его за старца и руководство епархии. Просто предпочитают туда не вмешиваться. Игнорируя просто. И канонически как вот... Да никак к епархии. Мы к ней не относимся. Они даже и вмешиваются. В епархии мы сидим. Сидят священники. Ролик выставлен. И наконец-то здесь я молчал. А там дали слово. И я сказал. В присвященниках. В епархии. Барнаульской. Говорю час, кажется, пять или десять минут. Час-десять минут. И после этого обстоит секретарь епархии. Отец Сергий Беляев. И говорит. Под каждым словом, Игнатий Тихонович, я могу подписаться. И вы-то рядом были бы. Вы бы вас зазомбировал сразу. В кавычках зазомбировал. Но поймут это. Дальше. Анна Владимировна. Там все очень просто. Потому что в 2007 году приходы РПЦЗ, находящиеся на канонической территории Московской Патриархии, они перешли в подчинение Московской Патриархии. Женили без меня, говорит. До 2016 года. Они должны были этот вопрос решить. Он считает, что указы их недействительные. То есть его община должна перейти в МП. А она не переходит. Она не поминает. О, зараза, не переходит. Вот что вам нужно. Свернуть голову. Меня не будет. Голос совести погас. Вообще свободы Патриархии нет. Это самая натуральная секта тоталитарная. Это монастыри. Исследования показали. Вот где. А теперь переворачиваются. На меня не переворачивайте. Ничего не получится. Почему? Я вас люблю и молюсь за вас. Вы жалкие, ободранные, заброшенные, грязные. Валяетесь на пути при дорогах. На вас еще не набрел самарянин, чтобы вас отвезти. Два динария заплатить за вас. Ветхий Новый Завет. Это раненые, израненные. Дальше. Они не в каноническом подчинении. Нет. Дворкин говорит. При этом митрополит Сергий год назад приехал, послужил там у него. Он, Лапкин, объяснил митрополиту, как креститься. И еще что-то такое. Митрополит это смиренно принял и уехал. Плохой митрополит. А митрополитам позвонил. Я вам говорю, такое впечатление, что хотят убить вас. Понимаете, у митрополита, которого недавно возвели митрополиты, мнение одно. Митрополит это долго был священником. У него опыт большой. Они ничего не смотрят. Кодло патриархийно. Они его сжирают буквально сейчас. И он понял, что вы убийцы. Уже готовые киллеры церковные. Там 40, а у меня, может, 40 тысяч на меня киллеров идет. Анна Владимировна, на сайте Бурнаульской епархии до сих пор висит фото этого визита епископа Сергея. Ой, да, какая-то. А подхожу под крест, он меня прищищает. Митрополит. Прищищает. Это ничего не значит. И говорит, Игнатий, скажите слово. Я захожу с Библией в алтарь, у него благословляюсь. Что как он улыбается, как обнимается, как целует меня, для них ничего не значит. Даже Максим, который, Дмитриев, уехал в Липецкий там. И тот отношения направил. Потому что про Антония не надо говорить, в машине ездили. Масендич был который. Посмотрите, что делается. То есть двое худшим сынов Гиены делают их. И дальше мужской голос. Провинциальный архиерей, к сожалению, весьма зависим от таких старцев. Тут и финансовые соображения. Финансовые. То есть я подкупил. Ну, то есть какой бред. Завесит, провинциальный, то есть никакой. Откуда взяли провинциальные архиереи? Вы считаете, что там ваши лучше? Ваши никоны там лучше? О которых Андрей Кураев пишет, это лучше? Провинциальные архиереи. Я даже такого не додумался бы сказать. То есть ни благодать не имеет ничего. Еще никто. Ну, все на этом. Благодарение Богу. Я сказал там неправильно, 12 страниц. На самом деле 17 страниц в городе. Благодарю, брат Никита. Он встал-то только что тут. Третий. Полтора часа спал. Ну, сейчас Володя пока ходил, топил. Кочегарку в церкви-то. Я говорю, Никита, ты сейчас поспал. Дали тебе поспать? Да, как и дали. Скажи людям, ты пришел сюда. Ты сытый или нет у нас? Сытый, довольный жизнью. Все хорошо. А то считаешь, что зазомбировали его. Мама твоя выходила, тут говорила благодарность за тебя. Очень, да. Большая благодарность вам. Ну, и вот так. Я тебе нынче отказал у меня жить. Было такое? Сергею. Ну, как? На время к Сергею. На время. Ты обратно стал проситься, так? Да. Я тебя принял. Да. Ну, все. Тебе меньше нынче замечаний, чем в прошлом году? Меньше. Да, настолько меньше-то. Ну, вчера забыли закрыть двери. На ночь, где спать, и двери не закрыли. Но я сделал замечание. Ну, а как же так? Потому что мы уязвимые делаемся. Богу слава. Благодарю. Володю, что снимал. Спаси, Христос. Ой.